Сейчас осень, и многие из наших садоводов, убрав урожай, начинают готовить свои грядки к будущему сезону и стараются, естественно, заправить их по полной. Но есть несколько удобрений, которые не нужно вносить осенью. Осенью мы обычно вносим то, что очень медленно растворяется. Это суперфосфат, это доломитовая мука, которая должна сначала раствориться в почвенном растворе, а потом уже действовать. И обычно ее эффект мы видим через год после внесения. Никогда не вносите с осени азотное удобрение в почву. Будь это минеральные удобрения, такие как карбамид, мочевина, селитры, либо органика. Но есть один маленький нюанс. Издревле наши предки обкладывали плодовые деревья и кустарники навозом. Но делали они это только поздней осенью, когда почву схватывает мороз, а деревья гарантированно ушли на покой. Если же это сделать сейчас, когда деревья еще вегетируют, хоть и заканчивают вегетацию, внеся навоз или азотное удобрение, мы спровоцируем ненужную волну роста. Растения, получив азот в это время, затормозят свой рост. А то, глядя на нашу теплую, аномально теплую осень, могут разбудить почки и опять войти в состояние роста и развития. Но рано или поздно зима-то наступает, и такие растения подмерзают очень сильно. Поэтому никогда не вносите азотные удобрения, органические или неорганические, в почву осенью, во второй половине вегетации. Навозом обкладывать растения можно только тогда, когда они сбросят лист, а почву скуют первые заморозки. Тогда этот прием прекрасно сработает весной. К сожалению, у нас сейчас и зимы бывают не очень-то удачные. Длительные оттепели приводят к тому, что почва оттаивает. Температура плюс 5, плюс 10, которая сейчас уже не редкость, может привести к тому, что этот навоз, который вы положили под деревья, тоже начнет работать. Азот превосходно вымывается из почвы, и он уйдет. Поэтому даже этот прием нужно применять осторожно, только в тех регионах, где зимы гарантированно холодные, суровые, а почва надежно промерзает. Азот – это тот макроэлемент, который обеспечивает активный рост и наращивание вегетативной массы. Он особенно нужен ранней весной. Не зря мы вносим карбамид, мочевину, различные растворы, болтушки с азотом, раствор навоза, тот же самый, или куриного помета, именно весной, когда растения должны быстро стартануть, набрать рост, нарастить вегетативную массу. А вот во второй половине лета, особенно осенью, азот нашим деревьям, нашим кустарникам ни в коем случае не нужен. Они должны рост остановить, они должны одревеснеть и уйти на покой. А избыток азота, который может появиться при внесении его в почву сейчас, как раз наоборот, этот процесс торможения, этот уход в покой, он может остановить и повернуть в обратную сторону. Многие из наших садоводов иногда замечают, вот наши растения заложили верхушечную почку, а потом вдруг эта почка раскрывается и дает новый побег. Обычно это происходит, когда летом было длительное время засуха, а потом вдруг пошли дожди. Такие побеги, неодревесневшие, очень легко подмерзают. Они становятся быстрой добычей всяческих болезней, которые потом уже по нему перейдут и на другие хорошие, здоровые, одревесневшие ветки. А нам это ни в коем случае не надо. Помимо карбамида, селитры, перегноя, перепревшего навоза и богатого азотом компоста, не стоит также вносить и различного рода растворы навоза, настои навоза, куриного помета или вот эти болтушки на траве. Они тоже богаты азотом, причем в очень легкоусвояемой форме. Это все мы оставляем на весну. Если это условие соблюдать, то весной, как только растаяла почва, как только пошли талые воды, с ними азот из навоза перепревшего, из компоста поступает сразу в зону обитания корней. А они тоже уже проснулись, и азот сразу поступает в листья. Протсветания вам и вашему саду, и до новых встреч на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok